Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. 30 тысяч человек единым строем. День весны и труда объединил всех от заводчан до байкеров. Интеллектуальный марафон для взрослых и детей. Самарская область присоединилась к Всероссийскому фестивалю науки. И профессионалы, и любители на одной сцене. В Самаре прошел фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой». Десятки тысяч человек 1 мая прошли по площади Куйбышева. За последние 27 лет это самое массовое шествие трудящихся. В колонне бок о бок маршировали студенты, лучшие сотрудники заводов, представители трудовых династий. Завершилась торжественная демонстрация грандиозным шоу. Первый майский день на площади Куйбышева провела и Алина Чемерес. Городимая, сердечная, гордимая, молодечная. На праздник весны и труда только с песней. В солнечной выходной работники завода, в школу студенты не поленились встать рано утром. Во главе колонны первые лица региона и те, кто на днях получил звание профессионал года. Встроенные ряды трудящихся жителей вступают с флагами, транспарантами и воздушными шарами. Просто с бодрым настроением, с бодрым настроением, со своей семьей, с внучкой, с женой, с сыном, который находится здесь. Это праздник, это настроение, весело, нравится вот мне весело ходить. Под звуки музыки и речи ведущих колонна ступает на площадь Куйбышева. Марширующих с трибун приветствуют родственники и коллеги. По площади проходят представители всех районов города, политических партий, спортивных и творческих организаций. Люди вышли для того, чтобы продемонстрировать свою солидарность, единение свое в такое время и в стране, и в мире исключительно важно. Быть вместе, быть сплоченнее, быть организованнее и быть сильнее в итоге. Среди пестрых лозунгов главный мир, труд, достойная жизнь. Присоединиться к праздничному шествию 1 мая могли все желающие. Людям предлагали встать в колонну своих районов. Колонна растянулась до улицы Ленинградской. В ней как минимум 30 тысяч человек. В этом году здесь представители всех крупных предприятий региона впервые участвуют в малый бизнес. Чтобы шествие прошло весело и непринужденно в колонне тысяч артистов, которые поднимают людям настроение. После торжественного шествия жители ожидал сюрприз. Красочное представление с участием юных спортсменов. На площади выступили гимнасты, чирлидеры, прошла колонна велосипедистов. Овациями жители встретили раритетные автомобили и байкеров. Кульминацией праздника стало трюковое шоу на велосипедах и мотоциклах. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Армия Победы прибыла в Самару. Сегодня агитпоезд встречали на железнодорожном вокзале. Это целый состав с представителями российской армии, музеем, концертной площадкой. Участники проводят праздничные акции в преддверии 9 мая. К 72-й годовщине Великой Победы два поезда двинулись навстречу друг другу с западной и восточной границ Центрального военного округа. Как проходила встреча победного состава, расскажет Олеся Карецкая. Поезд «Армия Победы» прибывает на первую платформу. Его встречают военные, курсанты кадетских училищ и классов, горожане. Агитационный состав идет из Пензы через Уфу, Самару, затем на Урал. На остановках дают концерты. Однако в ходе движения поезда люди мало того, что такое современное селфи делали. Некоторые стоянки категорически, стойте, открывайте ворота, давайте концерт. Даже вот такие маленькие дети, второклассники, третьеклассники, спать не хотели, все прибывали на поезд Победы. В агитационном поезде «Армия Победы-2017» работает целый вагон-музей военной исторической техники и вооружения. А также экспонаты стоят прямо на платформах. И центральный из них – знаменитый советский танк Т-34. Рядом с легендарным «Народным мстителем» зенитная установка и гаубица, а также образцы современного вооружения. Экспонаты все подлинные, коллекция подбиралась долго и тщательно. Фотографии, документы, оружие холодное, огнестрельное – это все подлинное, все времен Великой Отечественной войны. Оно интересное и ветеранам, и первое, и армавадежам, что можно посмотреть, потрогать руками вещи, которые прошли войну. На передвижной сцене выступают артисты государственного ансамбля «Волжские казаки». Исполняют песни военных лет. Полное погружение в атмосферу Победного мая 45-го. Это очень хорошо. Нашу молодежь сейчас надо встряхивать, показывать им, что им обеспечили наши предыдущие поколения. Армия Победы едет двумя поездами. Второй состав идет из Иркутска. 5 мая они встретятся на вокзале Екатеринбурга. Пора в путь дорогу, дорогу далию, далию, далию идем. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Интеллектуальный марафон для взрослых и детей. Самарская область присоединилась к Всероссийскому фестивалю науки. Ведущие специалисты из разных сфер ежегодно представляют свои разработки, чтобы удивить, развлекать и вдохновлять на новые открытия. Десяток площадок открылось в Самарском университете. Что презентовали ученые, увидела Лариса Шалафаст. На фестивале науки самарские студенты-биологи презентуют новую технологию. При помощи специальных бактерий выращивают целлюлозу. В будущем это может спасти тысячи деревьев от вырубки. А также применять материал можно в медицине. Также бактериальную целлюлозу можно использовать в качестве медицинских поязок. Пробитывая ее определенными веществами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. Занятие по душе здесь найдет каждый. Для совсем маленьких – химическое шоу. Для тех, кто постарше – съемки фильма и экскурс в историю Древней Руси. На дне науки любой желающий мог не только пополнить свои знания, но и примерить на себя исторический образ. Вот примерно так в 13 веке могли выглядеть журналисты. Свои экспонаты представляет исторический музей Средневековья. Здесь можно узнать и увидеть, в какой амуниции и с каким оружием шли в бой наши предки. Вот этот самый интересный момент, когда человеку реально становится просто очень интересно, как он может потрогать, прикоснуться к предметам, которыми 800 тысяч лет назад пользовались его предки. Это, конечно, уже человек немножечко преображает. Фестиваль науки проходит в Самарской области уже пять лет. Наглядная демонстрация достижений самарских ученых способствует популяризации науки не только среди студентов, но и всех жителей города. У нас сегодня практически нет организованных групп школьников. У нас есть очень много горожан. Я считаю, что это очень хорошо. Это один из тех результатов, которые, собственно говоря, мы достигли благодаря этой пятилетней системной работе. Следующая масштабная научная акция пройдет осенью в Новокуйбышевске. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Бойцы невидимого фронта в Самаре отметили Всемирный день охраны труда. На праздничном концерте лучшим специалистам региона вручили награды, а также напомнили гостям об изменениях в законодательстве, которые произошли за последний год. Всемирный день охраны труда – молодой праздник. Утвержден он был в 2003 году. В этот день поздравления получают работники профсоюзов и люди, ответственные за технику безопасности на предприятиях. Именно на их плечи ложится безопасность труда, сохранение здоровья и работоспособности трудящихся. Каждый год мы делаем производственный контроль на рабочем месте, следим за условиями труда в части температурного режима, следим за, то есть это микроклимат, да, следим за внешней территорией, территорией города. Охрана труда – это очень важный фактор в деятельности любого предприятия. Это профессия, которая действительно обеспечивает на предприятии те условия труда, в которых работник может чувствовать себя благоприятно, безопасно и трудиться с полной отдачей и выкладкой своих сил. Более полумиллиона человек приняли участие в уборке Самары в течение месяца. Такие данные озвучили на еженедельном совещании в городской администрации. Вывезли 109 тысяч кубометров мусора. На общегородской субботник 29 апреля вышли тысячи самарцев. Порядок наводили не только во дворах, парках и скверах, но и на берегах рек. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил районным администрациям оперативнее вывозить мешки с мусором, которые остались после субботника. По информации административной технической инспекции, сейчас в Самаре насчитывается более 100 адресов. Уборка в городе продолжается. Мы работу во дворах и на квартальной территории, или не закрепленки, продолжаем. Поэтому в данной ситуации говорить о достижении на этих территориях цели, наверное, пока мы не достигли. Насколько мне известно, процентов 40 дворов мы у нас отработали. Эту работу продолжаем по дворам и по территории. Далее, коротко о других событиях дня. С восхода, следовавшего из Сызрани в Самару, в воскресенье эвакуировали пассажиров. Судно то снижало скорость до минимальной, то вообще ложилось в дрейф. Судя по всему, у него отказалась система охлаждения. На борту было 12 пассажиров, в том числе четверо детей. В районе Новокуйбышевска людей прямо на воде пересадили в подошедший теплоход «Ингрия-3». И они благополучно добрались до Самары. В итоге путь занял более четырех часов вместо положенных двух. По данным справочной службы речного вокзала Самары, в понедельник-1 мая судно «Восход» уже отправилось в рейс на Сызрани. Приволжский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение. В ближайшие три дня в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов, четвертый класс. Во вторник температура воздуха приблизится к 30 градусам, однако потом ожидается похолодание и даже гроза. Пассажиры буквально летали по салону самолетом. Девушка из Тольятти рассказала ЧП по пути в Бангкок. «Боинг-777» попал в воздушную яму во время полета из Москвы в Таиланд. Самолет так трясло, что пассажиры подпрыгивали до потолка и летали по салону. Инцидент произошел 1 мая. Пострадали 27 человек. 20-летняя Тольяттинка физических увечий не получила. «Все выжили, спасибо летчикам», — написала девушка в своем инстаграме. В Самарской области женщина и ее пятилетний внук отравились угарным газом. Ребенок скончался. Трагедия произошла 1 мая в одном из домов дачного массива у поселка Приморский под Тольятти. Женщина и мальчик находились в бессознательном состоянии. К сожалению, ребенка спасти не удалось. Женщину госпитализировали в больницу. На аэродроме «Бобровка» 9 мая пройдет авиационный праздник. Пилоты покажут авиашоу, а для желающих будут организованы воздушные прогулки на самолетах и вертолетах, мастер-классы по пилотированию и парашютные прыжки. На аэродроме будет выставлено оружие и военная техника времен Великой Отечественной войны. Стартует праздник в 14 часов. Вход свободный. В Самаре прошел фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой». В этом году география праздника расширилась. Десятки коллективов не только из Самары, но и других областей съехались в столицу региона. Среди участников и профессиональные коллективы, и учебные хоры музыкальных училищ, духовных учебных заведений, мужские и женские, а также фольклорные коллективы. Как звучит «Пасха над Волгой» слушала Олеся Корецкая. Второй фестиваль хоровой музыки стал подарком всем женщинам к православному празднику святых жен мироносец. «Пасха над Волгой» – это встреча духовного и светского знакомства с русской певческой культурой. «Здесь буйство вот этих наших хоров. Почему? Потому что до такой степи все по-разному поют. У всех вот разные понимания, то как можно поздравить со сцен тех, кого они любят, что это вот, это палитра, это краски». «Это фестиваль, который впервые объединяет в основном взрослые хоры, и для того, чтобы дать возможность не только детям, но и с детьми, мы как правило чаще проводим мероприятия, выступить, показать свое мастерство». В этом году в фестивале участвуют не только самарские коллективы. Приехали хоровые ансамбли из Брянской, Ярославской, Ульяновской областей и Татарстана. Исполняют богослужебные произведения, духовные стихи, религиозные канты, фрагменты мес и реквеймов, а также народные патриотические песни. Хоровая церковная музыка, она очень глубокая. Она не поверхностная, она не работает на инстинкт, а работает на внутреннее такое глубокое религиозное чувство, такое философское. Смешанный хор из Сызрани участвует в марафоне второй раз. Руководитель признается, что здесь особенная дружеская атмосфера. «Конечно, как любой православный человек, в дни, когда все православные люди празднуют такой светлый праздник, как Пасха, конечно же, мы не могли пропустить фестиваль Пасха над Волгой». Марафон хоров – не соревнование, здесь нет лучших. Каждый коллектив получает символическую награду в память о весеннем празднике русского певческого искусства. Олеся Корецкая, Артем Суайманов, События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Впервые на аэродроме Кряж прошла совместная репетиция войск. 9 мая в колонии на параде пройдут более 1700 человек. Передовые технологии и тысячи спасенных жизней. 30 лет исполнилось отделению сосудистой хирургии. Вышли на региональный уровень. В Самаре прошел фестиваль для студентов колледжа и техникумов «Веснушка». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова